здравствуйте друзья у нас вечерний вопрос я 25-летний парень со средним специальным образованием по профессии с которой связывать свою жизнь не собираюсь может это было глупо но в россии с таким рынком труда и системой образования что не ориентирована на развитие экономики и какую-то прогрессивность думает не просто глупость а правило получать высшее образование на допустим бухгалтер а потом всю жизнь прозябать продавцом в евросети я думаю не все так некоторые на бухгалтера учились и и работают я в общем в общем я каким-то образом пришел к тому что могу фрилансить и делать дизайн сайтов чем занимаюсь уже почти лет пять со средним успехом очухавшись и поняв что развернуться своими амбициями и желаниями в маленьком городе в поволжье просто не получится с детства мечтал работать в гейм индустрии ничего себе и разрабатывать компьютерные игры поняв что программист из меня просто никудышный ну не тянет меня делать код это бывает нашел перспективу двухлетнего обучения на гейм дизайнера в москве своего рода режиссер и плюс-минус project manager данной индустрии и вот пока я готовлюсь к поступлению и коплю на это самое образование на что мне стоит обратить больше внимания если я в будущем хочу эмигрировать и развиваться в этой индустрии в сша знание английского начитаю и слушаю конечно заговорить не постесняюсь и конечно заговорить не постесняюсь знание гейм индустрии слежу такое детьми и женой пока не обременен в 25 так остальное документы образование здоровья и финансы в процессе ну давайте друзья побеседуем тут прямо знаковых так перед нами идет google мобиль не спеша идет над его нам будет объехать в общем давайте к вопросу несколько что ли факторов есть все-таки образование дело такое что конечно есть многие люди которые получают образование по которому потом не работают я хочу сказать что даже в наше время когда собственно было плановое хозяйство и людей вполне устраивали как бы на работу по специальности это как бы даже обязательно было еще не уклонишься от них вот более-менее по специальности и так далее многие умудрялись по специальности не работать то есть вот бывает пока доучился понял что ты что-то не хочешь или там какие-то предложения возникают полным-полно было людей которые не работали по полученной профессии теперь а вот собственно я пример я вот был связистом четыре года потом там еще дополнительно я учился второе образование получил ушел из связи его в общем что там говорить значит об отношении к образованию на днях в связи с тем что сейчас знаете обсуждаются предложение нашей администрации новой там и по иммиграционным делам и по как бы сказать при ободрению экономики там и так далее вот частности там есть такое чтобы значит там поприжать привоз в страну квалифицированные рабсилы там имеется ввиду с высшим образованием из-за зарубежа а то ед самая рабсила зарубежная она нашей жизни не дает как бы вытесняет и так далее и вот публикует статистику что при том что в целом по стране значит безработица на вообще и так очень невысокая конечно но там 4 и 6 процентов но среди людей с высшим образованием я я не имею ввиду что там именно инженеры или там математики или петьки нет всех вместе с высшим образованием и маркетинг там и в продажах и какая-то социальная работа там и human resources там да все вот все два два с половиной процента два с половиной процента это вообще не безработица это значит что обыщешься человека чтобы нанять и это начиная очень опытных которых вообще не наймешь и кончая с самым вот то что вчера после университета понимаете зачем речь идет ну не вчера вот когда они там закончили вместе с самыми свежими которые казалось бы там да должны были бы ходить там месяцами пороги обивать там за бесплатный за бесплатно на интерншипы ходить два с половиной процента вот то есть никакой конкуренции значит им вот эти вот там из индии или кто-то не составляют но к чему я это клоню то к тому что люди с высшим образованием все-таки а это люди которые живут по совершенно другому стандарту совершенно другом мире даже если они и не работают по специальности и даже если вдруг их занесло там куда-то торговать там чем-то я не их в этой торговле какая-то другая перспектива я я в целом не хочу даже как сказать я не хочу даже проводить параллели там между экономика американской там скажем немецкой и и российской тем более что все равно не в состоянии но если у нас человек нацелился на америку и он говорит я хочу быть в америке каком-то ну приближение там не сразу может быть но я хочу быть в америке и ну товарищ но так ты уже начинаю жить по-американски уже пойди получи высшее образование а получи его в той области в которой ты хотел бы его получить первое в той области в которой ты мог бы например перебраться в сша теми методами которые тебе кажутся сегодня разумным ну или доступными так скажем да это может быть скажем перевода внутри компании это может быть тоже сейчас да многие люди так так переживают уже независимо там от их образования или просто по рабочей визе ну ну что он давай вот поэтому по-любому иди получи высшее образование ты не хочешь быть программистом тебе в лом программировать жалко но но не не всем же программировать в конце концов ты хочешь быть там дизайнером игр но будь дизайнером игр это это востребованная область и так далее английский те конечно понадобится и опыт какой-то понадобится и я даже не знаю насколько у тебя получится приобрести опыт дома да вот там ты когда но наверное придется уехать из городка в поволжье небольшого наверное вы придется переехать кое-нибудь москву там или в питер вот я я абсолютно не в курсе насколько разработка игр вот этот дизайн игр существует в качестве работы вот там там но в стране в целом в целом в российской федерации я не знаю честно вообще понятия ними но если это есть да то езжай туда где есть эта работа и там учись и там работа и там развивайся но все равно высшее образование получить надо по какой-то смежной области но вот но если не не в лоб там программистом но в конце концов но что-то там есть рядом но в связи с ты иди хочешь связи с вот я связист у нас программирует ну так немножко там по мелочи но вы мы вот мы уже лизяками занимались так по мне так железяками я не знаю мне проще не знаю хотя говорят сложно тоже не могу сказать железяками конечно за три месяца на курсах не подучишь это конечно надо надо много лет учиться но может быть может быть вам интересно будет но все-таки образование нужно раз если ты собираешься уже быть специалистом международного класса и ехать куда-то но но обязательно нужно образование и английский нужен 2 и находясь в городке в поволке ты конечно далеко не ускать что-то 3 может быть я там дешево платить там за то и за это но так вся жизнь пройдет без того чтобы выйти на там между международный уровень в чем бы то ни было вот поэтому я не знаю так не видится я вот слушал это в смысле читал это письмо так и думал дизайн игр конечно это немножечко в стороне от магистрали правда вот у нас простая схема как вот там человек там программист ой господи золотко вот тем пошел там вот как писал там на на той же джави на той же и продолжает писать или вот сегодня с утра мы обсуждали парень нам юрист в области там чего-то связанного с айти не не знаю точно приехал 170 тысяч за оплату ему сразу понимаете поэтому конечно есть такие как бы не не в лоб а так немножко со стороны да вот кроме кроме того что он там программист я не знаю но ради бога но будь в чем-то классным специалистом в том что востребовано в том что требует высшего образования иначе не сможешь иммигрировать или или поставь тогда значит цену поменяем местами лошадь и телегу может окажется что телега лучше чем лошадь в этом смысле меняем местами говорим решаем вопрос иммиграции все остальные потом попадаем в страну в которой много всякого делается с играми много работы наверное образование есть по этой теме какой-то вот решаем сначала вопрос иммиграции это тоже решается парень холостой значит это может решаться через брак это может решаться через учебу с последующим переходом на рабочую визу или может быть сейчас вот будет такая фишечка что мастера получил значит кринкарту дают есть предложение такое есть я не знаю примут не примут но представляете если будут давать кринкарту мастеру это у нас университеты распухнут от желающих так что дело такое значит скажите меня эмигрирую политическое убежище в конце концов я не знаю там конечно вы не можете сказать дайте мне политическое убежище я живу в таком месте где глухомань сплошная за это не дают это правда но еще раз я я же вам не не говорю как вам эмигрировать но я говорю что ну тогда скажите себе я эмигрирую сначала когда вы если вам удалось сначала эмигрировать то в принципе вы можете заниматься этим делом без того чтобы заканчивать здесь университет но если возьмут на работу но мест таких много ну не знаю может быть вы начнете не с того чтобы дизайн игр делать например тестировать игры вот у меня номер полным полно выпускников тестируют игры сколько у меня геймеров было вот пацаны там в основном молоденькие вот сколько геймеров было все все тестируют игры это очень быстро продвигаются и так далее может вам тестировать они разрабатывать я даже не знаю может вам в охотку будет потестировать но для этого должны быть тут должны говорить по-английски должны иметь разрешение на работу и вперед это вообще может решиться буквально там за несколько месяцев реально так что что тут что тут сказать можно так тоже то есть да не разрабатывать и тестировать и хотя бы начать с тестирования потом там в индустрии побыть там и дальше двигаться много путей но действительно не все не все любят код писать черт это правда вот но все это требует некого напряжения то есть без напряжения без а какого-то количества усилий которые положены в это дело вот критической массы усилий ничего не получится критической массы если из вместо того чтобы эту критическую массу в дело потратить мы будем искать аргументы почему эта критическая масса не должна быть как бы инвестирована в процесс до в нашей стране вот не так как в других а я не хочу быть вот как эти которые учились на бухгалтера а потом чего-то продают так а вам уже 25 лет понимаете вы вы же уже не не 17 не 18 вы же не выбираете профессию так как люди из школы выходят мешком пыльным по голове это самое и и посоветовать некому вы то уже взрослый но нужно получить образование такое которое по которому хочется работать но собственно он собственно парень же это и делает он говорит я вот там хочу поехать на двухлетнюю программу и так далее это неплохо поезжай ну поезжай другое дело что ты можешь поехать не туда на программа поехать скажем в америку и может быть ты не будешь сразу изучать там этот самый гейм дизайн но ты зато сразу окажешься в стране у тебя пойдет английский у тебя пойдет какой-то опыт ты может быть уже там через годик будешь там не заканчивая ничего может быть ты будешь тестировать эти игры а параллельно будешь учиться там денег на тот же самый гейм дизайн но уже на английском а у тебя в это время будет и опыт работы уже идти понимать это же не то же самое что учился учился два года ему уже 27 и он приходит где вот курсы закончил ну молодец совсем другое дело когда он там закончил а в смысле курсы закончил но может быть не 27 там 28 29 а у него же там три-четыре года опыта есть он уже там лид какой-нибудь или синер и ребята это же совсем другой калинкор а вот и диплом к этому в общем как сказать цепочка должна рваться в каком-то слабом звене да должно быть слабое звено в цепочке в котором можно порвать цепочка чего цепочка проблем среди цепочки проблем которые мы здесь видим надо найти хотя бы одно слабое звено порвать цепочку и вот пройдем прорваться в этом направлении вот так так бы я сказал и не то чтобы в 25 лет там поздно идти учиться но если бы я вот выбирал как бы у меня был бы носка вот мешок как бы ты это сделал если мог делать вообще все что угодно я бы сказал я бы работал по той специалист которая мне нравится и параллельно бы учился это может быть не так просто но с другой стороны семьи у него нет он как бы может все это время потратить на себя конечно я уже я еще раз повторюсь он должен уехать из этого городка где он есть и собственно он собирается наверное уехать да если он если он копит деньги на учебу наверное уедет туда где там это учеба будет происходить может москву там муж питер вот но но в общем надо надо срываться с места как бы как тогда делать ноги вот я надеюсь что все у парня получится так как бы он уже увидел себя в чем-то хотя не исключено что это еще несколько раз поменяется почему нет меняется меняется и может быть он туда углубиться и тоже поймет что там дизайнер дизайнеру тигр ему не очень хочется так тоже может быть ничего страшного страшно ничего не пробовать вот это страшно а пробовать ошибаться идти дальше там как-то в песне там до падали но но поднимались вот в этом процессе быть но подниматься очень важно то что купал это на самом деле опыт жизненный это не так плохо это опыт вот но важно подниматься и дальше идти тогда все будет счастливо и давайте чтобы у нас у всех все получалось пусть не сразу но в конечном счете получалось ну